День Конституции отмечает Польша. Основному закону страны исполнилось 228 лет. В Польше национальный выходной, по всей стране праздничные мероприятия. Варшава отмечает этот день военным парадом. Он начинается в эти минуты. Там находится корреспондент Украинформа Юрий Бонахевич. Он сейчас с нами на связи. Юрий, здравствуйте. Какая атмосфера царит в городе и как проходит празднование? Добрый день, Дарья. Да, сегодня Польша отмечает День Конституции. На улицах очень много людей. Выходной день. Многие пришли с целыми семьями, с флагами страны. В данный момент на улицах возле побережья Вислы начинаются праздничные парады, военные парады, посвященные Дню Конституции. Также 20-летие учреждения Польши в НАТО и 15-летие учреждения Польши в ЕС, которые проходят под лозунгом «Сильные в альянсе». Сейчас в данный момент выступает министр национальной обороны Польши Марий Жблащик. Уже прозвучал национальный гимн Польши и через несколько секунд пойдет техника. В параде берут участие около 2000 человек. Это военнослужащие поиска армии, а также союзнических войск. А также кроме военных берут участие пограничники, полиция и другие подразделения структуры Польши. Кроме личного состава, также люди, которые очень много, много людей пришло сегодня, чтобы посмотреть на этот парад, увидят около 200 единиц новой военной техники. Это и БМП, и БТР, и танки, самоходные пакетные установки. В небе над Варшавой люди смогут увидеть 8 боевых самолетов и вертолетов. А также, что надо отметить о празднике, 3 мая 1791 года принята была Конституция. Эта Конституция вторая в Европе считается, которая была принята в таком раннем возрасте, в раннем периоде, то есть в 18 столетии. Но, к сожалению, в 1792 году, после оккупации Польши российскими войсками, ее не удалось имплементировать. Как я сказал, уже на улицах очень много людей, которые приехали из других городов. Мы общались с людьми, сейчас предлагаю послушать, что они говорят. Для нас это самый масштабный праздник в Польше, поскольку наша Конституция была принята в России. Это второй в мире и первой в Европе. Польша была очень прогрессивная в то время. Я горд тем, что могу отмечать этот праздник, поскольку, к сожалению, было время, когда вывешивать флаги и праздновать было нельзя. Этот праздник ассоциируется со свободой. Мы можем почувствовать, что наши предки ее добились. И приняли такой закон, который позволяет нам сейчас, как и в те времена, почувствовать, что каждый человек значим, каждый может чувствовать себя хорошо в родном государстве, чувствовать патриотизм, единение и в то же время быть личностью и самостоятельно принимать решения. Праздничные мероприятия проходят по всей стране, в том числе при участии первых лиц государства, президента Польши Анджей Дуда, Маршава, Сейма и Сената. В Варшаве праздничные мероприятия начались утром с богослужения в храме Иоанна Крестителя. После этого президент страны Анджей Дуда вручил государственные награды и выступил к народу. В 12 часов люди могли слышать салют, который прозвучал на площади Юзефа Пилсудского. Затем еще в течение дня в Польше состоятся там разных мероприятий, в Варшаве также будут концерты, студия. Спасибо, Юрий. Это был корреспондент Укринформа Юрий Бонахевич. День Конституции отмечает в Польше основному закону 228 лет.